Привет, друзья! Меня зовут Анастасия, 7 лет я прожила в городе Щецине, приехала из Украины изначально, а сейчас я живу в Баварии. И хочу вам рассказать о прописке в Германии. Буду сравнивать, конечно, с польской пропиской, с мельдунком. Если в Польше без мельдунка, то есть без прописки, вы не сможете получить карту побыта, зарегистрировать авто, то в Германии без прописки вы вообще не сможете прожить и неделю, потому что буквально прописка здесь нужна везде. В Польше мы часто сталкивались с тем, что нас не хотели прописывать, или там знакомых, или подписчиков не хотели прописывать, потому что поляки частенько сдают квартиры в черную, и поэтому они просто не прописывали. Надо было там ухитряться, как-то это по-другому сделать. Вот. То здесь, в Германии, это практически невозможно, потому что тут все сдают легально, но, может, есть какие-то случаи, не знаю, но мы с таким не сталкивались. Поэтому, когда вы попадете в квартиру здесь, снимете квартиру, вам обязательно хозяева выдадут такой бланк, и вы с ним пойдете в родхаус, по-польски это ужин, и там вас пропишут. Если в Польше прописка, сама процедура прописки занимала 10 минут, то в Германии это занимает час. Почему? Потому что здесь, благодаря анмельдунгу, вам, вас, как бы, во все государственные учреждения сообщают о том, что вы прописаны, и вы такой-то, такой-то гражданин живете по такому-то адресу. Итак, родхаус вас прописал и сообщает информацию об этом в финансамт. Финансамт это налоговая, и дальше уже финансамт высылает вам налоговый номер. После этого, если вы иностранец, и у вас паспорт не ЕС, то информация идет о вас в Ауслендер Бихердер. Это такая организация, связанная с мигрантами, что-то похожее, как в Польше ужин воевудский, типа этого. И, смотрите, без прописки в Германии вы не сможете открыть счет в банке, вы не сможете купить телефонный номер и сделать себе интернет домашний, хотя с телефоном, номером есть такие моментики в разных землях по-разному. Например, мы, когда приехали в аварию, у нас тоже поначалу не было прописки, потому что только мы приехали, еще не сняли квартиру, и мы пришли в телеком, но мы сказали им правду, что так и так у нас прописки нет, мы сильно переживали, в интернете везде было написано, о боже, без прописки мы не сможем сделать интернет. Оказалось, что он говорит, да ладно, просто укажите, пожалуйста, адрес, по которому вы сейчас живете, и все нормально. Самое главное, чтобы на почтовом ящике была написана ваша фамилия. И, кстати, такой моментик, знали ли вы, что в Германии вообще нет номеров квартир? То есть у них идет как? Просто на каждом ящике почтовом или на квартире, но обычно на ящике написана фамилия. Нас вообще это, конечно, слегка удивляло, сейчас мы уже привыкли к этому, но получается, что, а где же защита данных? То есть, получается, ты можешь подойти к любому дому, увидеть, кто живет в этом доме, мало того, что ты можешь еще и понять по фамилии национальность. Ну, так есть, это факт, и он неоспорим. Вот, то есть, в принципе, без прописки много чего ты тут не сделаешь, поэтому без прописки никуда. Кстати, вспомнила еще, вы не сможете застраховаться, а это очень важно. Без страховки здесь вообще не прожить, потому что не попасть к врачу семейному или же попасть, но это будет очень дорого. Вот, поэтому без прописки никуда. Ну и когда вы уже получите этот долгожданный свой анмельдинг, вы сможете податься на карту побыта, по-польски говоря. По-немецки я еще не выучила это слово, оно очень длинное, не буду его говорить. Вот, так что вы сможете подать документы уже в иммиграционную службу. Так что, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, я у вас редко это прошу. До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok